Unreal Engine 5 получил второе крупное обновление под названием Unreal Engine 5.2. Я хочу отметить два крупных нововведения в этом обновлении. Это процедурная генерация и Substrate материалы. Процедурная генерация это мощный инструмент, который позволяет разработчикам использовать случайную генерацию для создания сложных моделей. Процедурные инструменты распространены в других программах, например Substance Designer, где вы можете создавать материалы. В Blender есть Geometry Nodes, которая использует нодовый мощный редактор для быстрого создания сложной анимации и моделей. Разработчики Epic Games, когда создавали демо-версию Matrix City, действительно написали свою матрицу. А все потому, что город был полностью процедурно сгенерирован, поскольку он состоит из миллионов уникальных объектов и нецелесообразно было вручную размещать каждый ассет. Вместо этого разработчики создали условия и правила, определяющие, как будут выглядеть улицы, что они в себя включают и где появляются здания, и какой у них будет размер. Таким образом, на такой объем работы левел-дизайнеру потребовалось бы месяца работы в связке с программой Гаудини. Гаудини это мощное программное обеспечение, которое используют во множествах фильмах и играх. Если вы когда-либо сталкивались с ним, то прекрасно меня понимаете. Нам не нужно использовать сторонние программы, потому что есть процедурная генерация, или сокращенно PCG, что привносит мощь процедурных инструментов в сам движок. Например, я создал простой лес. Откроем панель PCG и добавим точки к ландшафту, используя ноду сэмплер поверхности. Чтобы увидеть эти точки, я нажимаю на клавиатуре клавишу D. Для меня это слишком большое количество точек, поэтому я использую ноду фильтр плотности, чтобы удалить некоторые точки. При этом я могу регулировать количество точек. Я создам вот такую вот ноду. Обязательно поставлю вот тут галочку, чтобы точки были обращены вверх по 90 градусов. И выставлю свои границы минимально и максимального масштаба. Теперь я создаю ноду для того, чтобы выбрать свои деревья, которые появятся на месте этих точек. Отлично. Точки пропали. А на их месте появились мои деревья, которые при перемещении автоматически генерируются под мой ландшафт. Чтобы это заработало по всей поверхности, я поставлю вот тут галочку. И вот такой вот получился у меня результат. Это простой пример того, как это работает. Вы же можете создавать свои сложные и детальные процедурные генерации. Например, то, что вы сейчас видите, создает оазис. У нас с вами есть пустыня, в которую его нужно добавить. Давайте сделаем это. Раньше на такую проработку мне бы потребовалось время. А сейчас, в считанные секунды, я получил детальный вариант уазиса, который я могу перемещать, и он будет подстраиваться под ландшафт. Я могу поменять его размер, растянуть его, могу увеличить его до огромных размеров. Также я могу сразу в панели инструментов изменять параметры свойства. Например, я хочу уменьшить количество деревьев. Или же наоборот, я хочу создать очень высокую плотность деревьев. Если посмотреть на оазис сверху, то из-за квадратной формы он не кажется реалистичным. И для этого тоже есть решение. Через сплайны я могу менять его форму, добиваясь нужного мне варианта. Сплайны предназначены не только, чтобы задавать форму, но и с их помощью вы можете создавать проходы через свои генерации, как это делаю я сейчас. PCG распознают, где у вас вода, и не создают деревья, растущих из нее. На презентации эпики показывали мир, полностью сгенерированный из небольшой части ассетов. Главное преимущество этого – генерация работает в режиме реального времени, и игрок сам может менять мир по одному нажатию кнопки. Substrate материалы – второе очень крупное обновление, которое коснулось разработки материалов. Теперь комбинирование материалов между собой стало намного проще и реалистичнее. Довольно часто на наших ассетах есть несколько материалов, наложенные друг на друга. Например, тут у нас лежат два материала – это металл и грязь. Если зайти в панель управления, то мы видим, что материал металла и грязи не учитывает, какой из них сверху, а какой снизу, какой толщины один из них, что может привести к дефектам. А вот используя метод Substrate, позволяет нам сделать то, что мы можем задать толщину слоя, показать, какой материал будет внизу, а какой сверху. Вот вам пример материала в версии движка 5.1. А вот выглядит в 5.2 по системе Substrate. Это отлично подойдет для материалов со стеклом, как это видно на данных примерах. Ко всему этому можно создавать очень продвинутые материалы, такие как опал, который нам показали эпики, где они объединили четыре разных материала, которые очень круто взаимодействовали друг с другом. В обновлении 5.2 помимо этого есть много и других крутых обновлений. С выходом пятой версии движка была презентована новая система освещения Lumen, а также ко всему этому был представлен новый рендеринг теней Virtual Shadow Maps. Это дало возможность создать мягкие и красивые тени на больших расстояниях, чего не было в четвертой версии движка, где тени при отдалении просто пропадали. Однако они все равно не так точны, как тени Retraced Shadows. Теперь вы можете их включить в параметры на любом источнике света. Retraced Shadows получили большое обновление в 5.2, стали намного точнее и могут отбрасывать очень мелкие тени. Это наиболее заметно вот на таких источниках света. В версии 5.1 мы видим вот такой результат. А вот как это теперь выглядит в версии 5.2. Обратите внимание, как тени стали выглядеть. Хочу немного добавить о том, что была обновлена анимация MetaHuman, которая до этого очень сильно глючила. Еще одним большим дополнением является возможность создавать свои собственные настройки с программируемыми инструментами. Как вы знаете, в движке есть разные наборы инструментов, например, режим моделирования. Единственное, что вызывало сложность, чтобы добавить инструмент, надо было закодировать его в C+. Теперь мы можем создать свои инструменты и сценария в более простой форме без единой строчки кода. Например, когда я буду размещать в сцене ассеты, то буду менять их масштаб и положение и каждый раз выполнять вот эти действия. Теперь же я создал для себя инструмент, который упрощает эту работу. Я захожу в панель управления, выбирая этот инструмент и перетаскиваю нужный мне мэш. В результате я вижу превью того, что будет размещено в моей сцене. А при нажатии мышкой я могу подобрать нужный мне размер. Теперь я добавлю случайное положение по вращению. Вот еще один пример. Я добавил несколько разных деревьев и прорабатываю более детально место на уровне. И благодаря такому инструменту я делаю это намного быстрее и мне так проще работать. Говоря об инструментах, хочется упомянуть, что моделирование также получило большое обновление. Как вы видите, теперь внизу слева есть маленький виджет, который позволяет вводить более точные изменения при моделировании. Например, я хочу, чтобы здесь было ровно 300. Раньше мне приходилось это угадывать вручную. Это были все основные изменения в версии 5.2, которые я для себя заметил. Конечно, версии 5.2, сотни и других мелких улучшений, которые вы можете посмотреть в дорожной карте версии. А для того, чтобы вам было удобно, я перевел ее на русский язык и оформил в виде статьи, которую вы можете прочитать по ссылке в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и напишите в комментариях, что вам понравилось больше всего в обновлении 5.2. До новых встреч!